В Анапе стартовали соревнования по пожарно-прикладному виду спорта среди учащихся школ города-курорта. Первый этап штурм башни прошел в отделе государственного пожарного надзора среди старшеклассников. Это уже 13-е соревнование по пожарно-прикладному виду спорта. К ним спортсмены готовятся в течение года. В каждой школе есть дружины юных пожарных, состоящие из 15 человек. Именно они показывают свой уровень мастерства на соревнованиях. Этот вид спорта не очень легкий. Здесь как бы надо навыки, потому что штурмовая лестница не каждый сможет. Тяжело. Мне это нравится. Пожарно-прикладной спорт – это спорт сильных, смелых. Пожарные, они должны не только выезжать на пожар и тушить пожары, но они должны постоянно тренироваться. Они должны быть сильными, смелыми и, естественно, физически тренированными для того, чтобы можно было подняться на высоту многоэтажного дома. По словам участников соревнований, этот вид спорта не из легких, как кажется на первый взгляд. Лестница весит 11 килограммов. Бежать нужно быстро. Попасть в оконный проем желательно с первого раза. Иначе теряются драгоценные секунды, а задание рассчитано на время. Весь год наряду с практической частью ребята осваивают и теоретическую. Ежегодно посещаем пожарно-технический центр. Здесь уже в течение только этого учебного года побывало более двух тысяч человек. Многие выпускники нашей школы поступают в институты пожарной охраны. После заключительного этапа соревнований, который пройдет в Анапе 16 мая, лучшие спортсмены будут отстаивать честь города-курорта на краевых соревнованиях. Продолжение следует...